снова всем привет с вами стас кобальт канал стас кобальт сегодня буду разбирать две игрушки которые я прошел меня давно на канале не было поэтому я конечно не переставал в что-то играть поэтому прошел две игрушки то devil my cry и less guardian я их полностью все прошел полностью от начала до конца поэтому сейчас будем разбирать ну начнем с less guardian обе игрушки японские less guardian это неплохая такая игра она заточена на прохождение на головоломки то есть игра не просто какой-то шутер там бездомный не просто это какой-то там найти слэшер или какая-то стрелялка это вот просто игра такая где надо чуть-чуть включать мозги чуть-чуть надо думать поэтому она где-то временами будет сложная проходил я ее без всяких подсказок без всяких ну сейчас можно знаете зайти полностью прохождение просмотреть завис единственно одном моменте этот момент был связан уже в самом конце когда надо было хвост животного опустить вниз и по нему пролезть в пещеру вот этот единственный момент который я там посмотрел остальные все моменты не было никаких проблем проходится достаточно легко достаточно отдыхаешь под эту игру это своего образа какой-то шедевр и и делали то ли пять то ли шесть лет это такой долгострой но игра получилась достаточно приличная с довольно таки неплохой графикой поэтому да она такая не сказал что она такая вот как uncharted прям от нее там прям это самое ну как говорится получаешь колоссальное удовольствие нет но тоже неплохая поэтому я прошу обратить внимание я начали тоже на нее сильно не обращал внимание поэтому как бы пропускал ее но потом все таки сел заставил себя и в принципе не пожалел очень такая оказалась неожиданно прикольная игра вот следующая игра это макрай это будет еще одна часть макрая да ну вот она выйдет еще не вышла пока я играл в эту да графика здесь конечно как сказать это года может быть 14 15 такая на устаревшая но по геймплею по геймплею она стала гораздо приятнее чем были макрай до этого то есть она чем она тащит дать чем она тащит тем что здесь значит они объединились с кепком и теперь значит игра похожий на резидента и на макрая то есть довольно таки стала она такая адаптивная то есть под современного игрока то есть она стала довольно приятная поэтому в принципе в нее тоже можно сыграть и причем получается тут две игры в одной получается потому что там проходишь одну часть потом начинает сразу вторая часть поэтому получается что как бы они сделали даже две игры то есть два персонажа тут и ты проходишь сначала за одного потом за другого поэтому мне игра в принципе понравилась принципе она нормальная тем более такая эксклюзив на playstation поэтому у нее стоит как бы про поиграть уже расслабиться заходил также я ребят вот вот ничего не изменилось и даже не обновилась там ничего я в следующем видео поподробнее более расскажу про танки так всем всего доброго с вами был стас кобальт это канал стас кобальт всем всего доброго с вами канал стас кобальт игровой философский канал первый в своем таком роде поэтому сейчас буду рассказывать по играм и также по каким-то нюансам там адаптации вот прошел недавно чарт от утраченное наследие хочу сказать что это достаточно очень качественная игра очень здоровская нам не понравилось даже больше чем допустим оригинал то есть анчарта 4 тем что здесь игра сделана с более красивой графикой то есть более она такая похоже на тот 2 анчарта который действительно был такой ну одна из самых лучших игр на playstation поэтому он такой вне мрачного такой красочный поэтому вот именно вот этот анчарта мне даже больше понравился чем оригинал поэтому я всем советую такие неплохие головоломки здесь все их разгадал то есть достаточно игра на такая не короткая как многие говорят она достаточно такая средняя игра по продолжительности поэтому в принципе в него стоит поиграть и я даже ее как бы добавил в коллекцию скорее всего я ее не буду менять на юлена авито скорее всего я их буду оставлять а по сравнению с теми играми которые я вам показывал тогда это макрай и гардиан то есть скорее всего гардиан и макрай я буду менять анчарта я вот этот вот оставлю потому что я опять же говорю очень она такая здоровская классная игра поэтому скорее все буду оставлять в коллекции вот значит что еще хотел бы сказать по этим уже надоевшим танкам захватил ничего не поменялось сделали они там какую-то обнову опять ну как типа грандиозная обнова ну какая может быть обнована быть грандиозной если ничего не поменялось а чё поменялось да должно поменяться в тактике боя в балансе первое второе там ну практически вот это основные параметры то нам в бр и ну все какие-то вот эти как на которые жалуются игроки там обычные игроки они сколько ни этих обнов не делают ничего не меняется не в стрельбе там стрельба кривая да там не из-за того что руки кривы а из-за того что они этот ну вам подкручивать накручивают поэтому вы не можете нормально стрелять поэтому я говорю еще раз заходил буквально недавно может быть по зайду ну ничего не поменяется поэтому сколько они там обнов не делали от этого может быть только хуже становилось поэтому все все всем всего доброго подписывайся на канал ставьте лайки постараюсь выходить впредь гораздо чаще все всем пока еще ребят хотел сказать по блудберну блудберн мне вообще не понравилось то есть блюдберн я никому не советовал не знаю не рекомендовал тем что блудберн он то есть да вот у меня есть видео здесь блюд пола блюдборна вот я показываю не очень она такая игра потому что она знаете как вот не она напомнила игры даже с 90-х годов тем что понимаете там когда тебя убивают да в игре ты возрождаешься опять все игроки то есть они на месте они как бы они у них респ и они опять как бы ты заново локацию эту проходишь то есть начинаешь как бы опять с этого нуля и тогда можно проходить проходить до бесконечности там нету никаких этих респов там нету тех мест где бы ты мог сохраниться и начать заново проходить там очень мало или их вообще не тут ну то есть вообще игра мне какая вообще не зашла и какое-то кривое управление какое-то такое вот мне чем-то вот напомнили этот блудборн чем-то танки даже напоминают потому что там вот то же самое приходится делать много-много-много-много раз и бессмысленно получается то есть да там есть прокачка там есть это все но она не работает просто в игре поэтому блудборн несмотря что там на самом диске 10 из 10 написано вы не смотрите на эти десятки я не рекомендовал бы этот блудборн вообще никому играть не знаю мне он вообще она не понравился я еще загружал на персоналке да ну тоже такая игра ну как бы она очень не она не то что сложная но просто она надоедливая поэтому все всем всего доброго всем пока с вами был стаскобальт